Добрый день зрителям на нашем твич-канале. Матч за третье место. Команды неожиданные. ВПСК у микрофонов Кванетафа. Да, друзья. Добрый день и, конечно же, удачи фанатам Virtus.pro и SK Gaming. У нас очень интересное противостояние в таком неожиданном матче за третье место. На кону путевка, как я понимаю. На следующий лан-финал от ESG. Собственно, призовой фонд такой же. То есть ничего не давит на команды. Просто показать свой уровень. Ну и, конечно, сильнейшая команда порадует нас. Еще раз не знаю, будет ли снова это Миконос или уже какая-то другая локация. Ну что же, Snacks минус Феллс. Отличное начало для команды Virtus.pro. И теперь ребята, наверное, воспользуются всем временем раунда, чтобы полностью растащить эту защиту SK Gaming. Ну и, конечно же, забрать себе пистолетный раунд. Очень важный матч. Брас уж квота на кону. Хотя, опять же, мы понимаем, что эти ребята играли в финалах мейджоров. Только что об этом говорили с Кваном. И тут, ну вот, такой себе матч за третье место. Конечно, непростой, наверное, в плане того, как собраться на него. Да, действительно, наверное, как SK, так и VP уже давным-давно забыли, каково это вообще играть матч за третье место. В принципе, эта практика отходит. Но вот турнир у нас необычный. Место живописное. Так что лишнее BO3, я думаю, парням не в тягость. Тем более, VP SK. Ну что же, идет перетяжка на зелень. В исполнении Virtus.pro потихонечку парни перетягиваются втроем в эту точку. Fallen прочекал, дал важную информацию. Ну и, конечно же, пошел смок. Минус от Cold Zero. Ну и 4 в 4 тут еще могут потащить, конечно же, SK Cold Zero. Минус неос. И уже перестраивается на прием зелени абсолютно. Беззубая атака наверх-вниз. И все, Паша, бицепс один. Его сейчас просто закроют, да? Браво, Cold Zero. Половину атаки отрезал сам. Просто красавчик. Вот были такие вспышки у него во вчерашних матчах. Но, опять же, вот как команда SK не смогла вот все-таки собраться. Очень классно действовали Liquid. Это у нас вылетает игрок команды Virtus.pro. Ну и вот такое вот начало. Только вспоминал буквально 5 минут назад. Всем, говорю, удачи. Всем хорошего интернета. Ну и, конечно же, вот организаторам, чтобы все у них пошло сегодня гладким. Друзья, напоминаем, что следующий матч будет в формате Best of 5. Конечно же, финал чемпионата ESG-тура. Миконос. И, в общем-то, это очень крутое противостояние. Может получиться. MAU Sports против Liquid. Учитывая форму коллективов. Учитывая, как играют игроки. Действительно, такой интересный, непредсказуемый матч. Ты бы на кого поставил? Да, обе команды. Обе команды на подъеме. На самом деле, если посмотреть на выступления команд на этом турнире, поувереннее побеждали Liquid. MAU Sports постоянно камбэчили, постоянно потели. Но они почти обыграли SK. Так что я все-таки поверю в MAU Sports. Ну, а команда Liquid вообще обыграла SK, поэтому... Да, ну вот они обе старались очень сильно, поэтому заслуженно попали в гранд-финал. Ну что же, посмотрим. Возвращается очень быстро игрок команда Virtus.pro. Ребята попытаются сейчас все-таки выиграть каким-то образом Force. Ну и, наверное, начнется все с Паши Бицепса. Он уже на зелени вместе сбьяли. Ну и там поджим в исполнении Cold Zero. И это может быть крайне опасно для поляков. Cold Zero пытается словить удачный для себя тайминг. Вот-вот закончится действие дымовой гранаты. Но нет, все-таки более закрыто действует этот парень. В принципе, вместе с Phelps они зелень должны контролировать. Ну пошел там Cold Zero, послушал. Ничего, по-моему, не услышал. Решил просто отойти по глубже. Вот на эти железнодорожные линии. И, возможно, конечно, очень неплохо с Phelps они здесь сыграют. Тут и рядышком также на тормозе расположился Fallon. На самом деле позиции приятные для ВП. У них деглы на большой дистанции против UMP-шек. В принципе, довольно продуктивно можно от этих пистолетов сыграть. Уже у Snacks 18 хп пошла перетяжка бомбы также на зелень. Четвертый игрок туда уходит. Ну и, наверное, понятное дело, не упадет из соточки. Ну и это очень непростой момент. Зато бьяли какой же хэдшот по Cold Zero. Ну и посмотрите, тут уже может появиться какой-то шанс у парней. За байтили, надуло скаута на самом деле. Cold Zero увидел Пашу бицепса, пошел и его просто срезал бьяли. Да, уже был готов уничтожать соперника, но не пошло. Минус Phelps, по идее. Туас отлично сейчас проаркадил. Ситуация 3 в 5. Fallon на размене. Второй! Ой-ой-ой! Третий! Вот это юз под Fallon. Минус от Фера. И, пожалуйста, Неву 1 в 2. Бомба не стоит. 3 секунды до конца раунда. Все, нафармил Фера. И что творит Fallon? Ну вот два раунда подряд и два раза. Это какой-то супер момент то от Cold Zero, то от Fallon. Да, очень взрывной КС. Накупили кучу фармганов. А по итогу Габриэль Толеда. Юспик 3 хедшота. До свидания. Красивые эпизоды. Действительно, как в первом, так и во втором раунде. Можно только наслаждаться такой качественной работой. Так, ну что же, теперь полный экономический в исполнении, ребята, с Virtus.pro. Тут тяжело что-то придумать. Одна флешка и посмотрим, куда же пойдут парни. Возможно, это будет B. Возможно, там на апдаун упадут. Либо дождутся мистера Фернандо. Ферр уже на контакте. Фелпс страхует. Неподалеку еще и Тако. Но entry kill в очередной раз. Обратите внимание. Первое убийство за ВП. Так, подловили. Ферр быстренько отыгрывает одного из соперников. Уходит обратно на плент. Ну и теперь, в принципе, полегче. Ситуация, казалось бы, для эскана. Теперь решил снова поджать и получил по голове. Ну, здесь двойной должен был быть поджим. Но подловили Фера. И Тако решил тоже в соло пойти прочекать. И также был наказан. 4 хп остается у бразильца. Перетяжка на апдаун. Cold Zero все слышит, по-моему. Ой-ой-ой. Cold Zero как раз-таки с эмочкой. Да еще и 30-ти патронной. Вверх-вниз не проходится в этой ситуации. И пойдут все-таки на закрытую базу у нас поляки. А начиналось все очень шикарно. Ну, посмотрим. Возможно, парни справятся сейчас. И очередные хэдшоты мы увидим. От того же Белинского, например. Да, хотелось бы в это верить. Очень стараются в каждом раунде в хп. Сейчас шансы у них вновь, кажется, есть. Но грамотно отправили Тако. Мы видим на хэлпу. Дали ему скаут. С этими четырьмя хп его там практически найти невозможно. Отлично подловили Фоллона. Вообще не понял капитана команды СК, что происходит. По-моему, на точке Б. Здесь очень сложно будет Тако. Мы помним 4 хп. Плэнд от Паши Бицепса. Ну и походу ВП заберут себе этот раунд. Посмотрим. Тако. Взрывается еще и на гранате. Паша Бицепс. Отличный проброс. Колдзера последний. Один в три. Есть киты, две флешки. Да, опасный, конечно, игрок остался. Может собраться этот парень. Не видит сейчас соперника. Не понимает, что происходит. Чуть-чуть выше бы поднял экран. Буквально на пару пикселей увидел. Увидел бы Нео. И, возможно, бы, по крайней мере, пощекотал бы нервы сейчас полякам. Но не получается. Абсолютно ничего. Смотрим на экономику. Команда СК. Друзья, 5-400 фер. Остальные имеют не такие большие деньги. И что это будет? Это будет закуп, судя по тому, что Фер потратил абсолютно все свои деньги. Эмочка, Юмпик, Диггл, ЦЗшка и еще один Диггл. Причем тысячу фолл он все-таки сохранил. Так. Ну что же, СК решили все-таки попытаться перевернуть экономику здесь и сейчас. Немножечко, возможно, рискованно. Но, с другой стороны, опять же, там экономика, по-моему, бы... Ну, можно было сыграть полный эко. Но, судя по такому развитию событий, очень много раундов будут у нас отыграны с Дигглами, с ЦЗшками. Постоянная экономика команд будет на пределе. ВП уже потеряли Пашу. Да, это неприятное начало. Но, опять же, ВП в атаке. И, может быть, что-то еще придумают. Есть отличные девайсы. Это три калаша. И Эмочка. Ну, почти полный набор гранат. Три молотовых, два смока. Этого может быть достаточно для выхода на любую точку, по идее. Но, посмотрим. Все-таки играют в меньшинстве. И, опять же, еще один минус от СК. И очень простая ситуация для защиты. Они вчетвером сейчас под точкой А. И именно в этом направлении движется. Звено атаки. Калдзера видит Аза. Пытается его щелкнуть. Полен. Просто вышел, получил с первой. Калдзера. На него снова вся надежда. И это хэдшот. Отлично. Правда, смоук. Великолепно работает ТАЗ. Ситуация 3 на 3. Ну, и, в общем-то, следим за бомбой. Пока что 40 секунд остается в распоряжении. Ребята из Virtus.pro. Ну, и вот они ключевые моменты. Это апдаун у Фелпса. В принципе, такой подходящий девайс. Как же заметил Ферр. Он уже начал уводить прицел влево. И все-таки по последней доле секунды закрыл ТАЗа. Нео должен давать размен. Времени практически нет. Да, но не получилось. Неплохо мансуется Фелпс. Уже остается. Сколько там? Один из очки П. Неплохо. Снекс. Неплохо. Нео. Все. Последний ТАКО. Опорник базы Б вынужден идти на ретейк А. Бомба стоит. ТАКО очень мощно выглядит. Калашик. Отличная, по идее, позиция. Ну, и, по-моему, обнаружили только что Нео. Да, так и есть. На дистанции с Юмфом. Но вот все-таки позиция с НЕКСа стала сюрпризом для мистера ТАКО. И раунд отправляется в актив коллектива ВП. Так, ну что же. Теперь посмотрим, что придумают ребята из СК Гейминг. Вот с такой непростой экономикой. Два... Ну, сколько? Две триста, две шестьсот. Флэка по-хорошему нужно сыграть. Фоллэн тысячу откладывал. У него, в принципе, ситуация немного лучше. Ну, две четыреста получат ребята после проигрыша в этом раунде. Ну, и какой-то все-таки бай на шкребу. Да, это будут первые арморы. Но все-таки это лучше, чем... Ничего. Так, колдзера. Уже, кстати, показывал нам неплохие киллы со своего дигла. Но тут ВП понимает, и плачевность экономики просто залетают на ноге. МАК-10-ый убьяли и уже оформил энтрикилл. Ну, можно его зацепить. 17 хп. Фелпс. Нет. Очередной фарм для поляка. Ну, и выход на Б. В исполнении ребята из Virtus.pro. Да, заметил, заметил все так. Но сделать абсолютно ничего не может. Единственный серьезный такой девайс – это дигл. Ну, девайс – пистолет. Ну, тут очень качественно отработали ВП. Выпустили Бьяли на А. Он сделал два фрага. И, соответственно, вся остальная команда заняла пустой бэп-лэнд. Тако боком. Ну, тут сейвить нечего. Просто попытаются кого-то убить сейчас. Ферг и Колзера. Да. Еще один минус МАК-10. Ферг забирает все-таки Бьяли. Но, опять же, он вряд ли будет оставлять себе этот девайс. Хотя посмотрим. Может быть, даже пойдет на апдаун. Но даже и не стоит об этом думать. Моментальный минус в исполнении Снекса. 3-2. Вперед выходит атака. Ну, и, знаете, в последнее время мы наблюдаем огромное количество трейнов, на котором доминирует атака. Вот, действительно, сейчас очень многие коллективы научились душить эту защиту, не отпускать. Ну, конечно, многое зависит от начала успешного. Опять же, выбитая экономика. И защита гарантирует тебе, ну, очень много раундов, если ты умеешь играть на трейнер. Вот, как раз сейчас такой момент. Если ВП перевернут еще раз экономику, то у них будет уже запас в 5, а то есть в 6 раундов. Фолл-ин атака. Действительно, решили по жести оторваться в этом раунде. Первый минус 33. Работает така. Отлично подловили тазом. И вот это плохие новости для ВП. У нас в самом начале раунда потеряли игрока. И теперь, конечно, гранат куча. Возможно, как-то перестроить свой раунд, но уже будет тяжело. Возможно, Паша Бицепс пойдет на зелень. Ну, судя по вот этой двойке на верх-низе, скорее всего, какой-то сплит выход на А все-таки планируют. Хотя мы видим, Снекс, видимо, захватит бомбу и присоединится к игроку в сотне. Ну, пока что никуда не спешит команда Virtus.pro. Потихонечку собираются возле сотки. И вот, вот, потихоньку. Даже пошли. Нет, показалось, пошли на зелень. Нет, это пошел на разброс, на раскидочку. Бьяли. Что, Паша Бицепс отчаянно все-таки надеется на ошибку со стороны Эскана. То, что кто-то ломанется в терриспаун. Но этого не происходит. Ну, что же, начинается выход. ВП. Посмотрим. Нео апдаун. Двое сотка. Также трое сотки, можно сказать. Нео начинает все с минуса. Отличное начало. Полин великолепно забирает Снекса. Четыре, три, два красных у ВП. Нео пытается убрать новую вышку. Фелпс просто живет. Ждет голубы. Вот это да. Он перестреливает Бьяли. Да ладно. Успел прыгнуть со ступенек и сделать минус. Очередной минус атака. Ну и что же, Паша Бицепс абсолютно, по-моему, никаких шансов нет в такой ситуации. Наверное, абсолютно правильное решение. Это засейвить АВП. В этом раунде Паша Бицепс играл такого закрывающего, прикрывающего снайпера. То есть он не играл на зелень, не пытался кого-то пикнуть. Полраунда ждал поджима сотни. Потом, наверное, уже хотел играть от бомбы. Но бомбу так и не установили его тиммейты. Ну, мы уже обращали внимание, что просто на первых секундах сразу же прошел интрикил от защиты. Ну и, конечно же, после этого нужно было что-то придумать. Вроде бы неплохой раунд. Попытались разыграть ВП. Но вот где-то, где-то все-таки по стрельбе чуть лучше сыграли СК. И какого-то одного фрага не хватило на этом выходе. Два АВП в атаке. Ого. Да, решили ответить той же монетой. АВП Тако Фолланд с одной стороны. Ну и, конечно, АВП Паша Бицепс и Снекс с другой. Ну это какой-то, я бы сказал бы, возможно, выход на точку Б. Хотя посмотрим. Изначально попытается поработать Паша Бицепс на зелень. Тако снова, кстати, поджимает верхнюю, как и в прошлом раунде. Ну а Снекс попытался забрать Тако. Клинк-лином вышибает, говорит команда Virtus.pro. Но пока что просто уходит Тако после этой флешки. Ну и посмотрим, что будут дальше делать ВП. Перемещаемся на зелень. Что? Паша Бицепс и Биале. Парное выпадание, по идее, может сработать в этой ситуации. Да, Фоллан мажет, но очень грамотно отошел. Паша даже не успел его подловить. Да, Паша уже в позиции. Фоллан моментально откидывает флешку. Молотов. Ну и минуту пять секунд остается у ребят из команды Virtus.pro. Посмотрим на развитие событий. Все-таки Снекс подловил Тако на Б. И выход, посмотрите, он идет, контролит коннектор. Да, пытается срезать Хелпу, но Хелпы не будет. Тройка игроков все еще на А. Фоллан отвечает по зелени. Великолепный минус. Очень нужный фраг сейчас для СК Гейминг в этом раунде. Снекс минус Фвер. И если сейчас найдут Фелпса, это будет беда. Третьего на Б вообще не ждут. Фелпс срезал Нео. Знает про Снекса. Тот в плен так и не прошел. Бомба-то лежит далеко. Таз подловил. Фоллана на перетяжке и видит апдаун. Но ничего с этим уже не может сделать. Клодзера очень четко вышел по таймингу. Ситуация два на два. Но бомба, бомба не в руках ВП. И тут нужно, наверное, на фраге работать. Минус все-таки от Фелпса. Отлично он отколдился на верхней волне. Но и тут уже никуда не пойдет. Паша Бицепс. Это супер раунд для СК Гейминг. Ну, не то что супер, но в данном случае он им был необходим. СК очень точное приняли решение. Потеряв первого тиммейта, никто никуда не побежал. Никакой паники. Снекс уже и второго забрал на Б. И все равно железобетон на все по позициям. Ну и, конечно, Супер Фелпс, которого абсолютно невозможно было прочитать на верхней волне. Ну что же, очередной экономический УВП. Не самое приятное, конечно, развитие событий. Дальше пошло. Вроде бы так, классно стартанули. Но СК моментально забирают себе инициативу. Конечно, наверное, сейчас выровняют немножечко экономику. Ну и, конечно же, уверенность появится у ребят из команды СК. Так, очередное попадание за ВП. Действительно, приобретение двух авиков окупается однозначно у бразильцев. Хотя, знаете, здесь такая подборка карт, что, по-моему, и одна и другая команда может очень неплохо выступить на любой из трех. Да, как раз наши аналитики подмечали, что раньше и СК сами пикали трейн. Сейчас это выбор ВП. В принципе, карты сильные. Туда и команды экстра уровня. Слабую карту в Best of 3, наверное, увидеть вообще невозможно. Ну что же, Фелпс. Отличный. Также делает фраг минус от Cold Zero. Ну, очень простой раунд для СК гейминг. Ничего не получилось. У ВП не зацепились ни за киллы. Остается, конечно, два Дезертыгла. Возможно, они сейчас хоть чуть-чуть поработают. Немного выбьют девайсов из рук команды СК гейминг. Это, наверное, максимум, что можно выжать из этой ситуации. Вновь выходят на Тако. Заметил. Заметил. Его развели на выстрел. Но не убили. Тем не менее, очень простые фраги для СК. Фер все контролит Пашу Бицепса со всех сторон. Ну и, конечно же, это раунд без потерь для СК гейминг. И уже счет на табло 5-3. Ну что, появляются вновь деньги у команды Virtus.pro. Паша Бицепс продолжает покупать АВП. Возможно, стоит более активно сыграть именно от Снайпера. Ну, мы сейчас видим большое количество команд, которые используют 1 и 2 АВика в атаке. Точнее, 2 АВика в атаке. Вот, опять же, наши аналитики разбирают все эти интересные моменты от всех коллективов. И, возможно, вот еще в этой половине у ВП также появится 2 АВП, если будет такая возможность. И они в очередной раз попытаются как-то вот на трейне разыграть эти все длинные дальние дистанции. Здесь очень можно на разменах неплохо выпадать с АВП. Вот вчера ребята обсуждали раунды на точке Б. В исполнении Маузов. Да, и Мауза играют 2 АВП. Это Оскар, Криджей и ВП уже покупали. 2 АВП это Паша и Снэкс. У СК, наверное, ну, ситуационная АВП Тако. Также Колдзера может сыграть с АВП Фоллэн, безусловно. То есть 2 АВП это очень хорошая сейчас задумка и стратегия для команд. Так, ну что же, минуты 14 секунд. 1-2-2 сплит на точку А. И, в принципе, возможно, сейчас все получится. У ВП довольно замкнуто выглядят позиции ребят из СК Гейминг. Но, опять же, если они вовремя успеют откидаться флешечками с маками, то, я думаю, все у них получится. Тут очень важно, как сыграет Паша Бицепс, найдет ли он свой минус. Снэкс уже прошел, как мы видим, через сотку. Под старую вышку никто его не видел. Нужно пользоваться единственной флешкой, наверное, залетать полякам. Да, глухая оборона. Ну, конечно, Феллпс может стать сюрпризом сейчас для ребят из команды Virtus.pro. Фоллэн, entry kill. Снэкс отвечает все-таки по Феллпсу. Дальше отлично работает Нео, грубает Ферра. Паша Бицепс все-таки находит минус. Минус от Фоллэна. И 2 на 2 ситуация после второго фрага от капитана СК. Тас. Не увидел Тако, зато увидел Фоллэна. Начекал хелпу. Ну и 2 АВП немобильные были в этой ситуации для СК Гейминг. Тако красный. Снэкс. Погибает. Да ладно. Ой-ой-ой, как подставился только что Снэкс. И тут не такая уж и простая ситуация для Таза. Тако подозревает. Он выползает. Видит же ногу. Нет, не успел навестись. Не поверил своим глазам Тако. И это раунд для ВП. Вот о чем мы и говорили. Вот все-таки даже 4 игрока, но при таких вот закрытых позициях, приводит вот к таким печальным последствиям. Потому что Снэкс сразу же вышел из сотки, дал четкую информацию. Ребята, скорее всего, играют вообще от понта. И, ну, великолепно, ребят. Даже несмотря на все старания Фоллана. Разыграли эту атаку. 5-4. Ну, смотрите, что по экономике у команды СК здесь заканчиваются практически деньги. Это бай под ноль. И еще один раунд. И у ВП снова замечательная ситуация. Хорошая борьба в первой половине. Никто не уступает. Да, интересно смотреть за этим противостоянием. Градус напряжения потихонечку растет. И во второй половине будет, наверное, самая сочная. Пока выход на Б планируют, как мы видим, поляки. В четвером, а то и в пятером уже под этой позицией. В обороне Тако. У него есть коктейль молотова. Ну, ВП только что взяли раунд. Сбили серию подряд проигранных. Их закупились также, по идее, под ноль. И тоже проиграют раунд. Ситуация не самая лучшая. Получают 1400. И играют в Форс или Эккер. С разменом вышли на Б. Но вот спину вообще не ждут. Это... Нет, как Паша в ту же секунду повернулся. Какой тайминг для Паши Бицепса. Чуть-чуть раньше Фелпс. И это просто урожай с одного зажима. Там минус 2, минус 3. Ну, а тут уже почти нереальная ситуация. Для капитана, для Фоллана. Но Фоллан, по идее, не пойдет. Попытается здесь повырубать как можно больше соперников. Немножечко тоже вот надавить на их экономику. И самое главное, сохранить ИВП. Даже с одним АВиком СК могут что-нибудь интересное придумать. По крайней мере, Фоллан может нашотать соперников. Но попадать там. Подбирается пару девайсов. И все. Совершенно другое может быть расклад в раунде. Но главное засейвить. Он уже увидел на точке А соперника. Понял, что стреляться смысла нет. И ушел в Терри Спаун. Фоллан очень гибкий снайпер. Можно и зелень с ним поджать. И на котлы выйти. Сотку, наверное, это более пассивный вариант был бы разыгрывать. Но сейчас увидим, как будут применять СК свое единственное оружие. Так, ну давайте считать экономику. Второй раунд подряд проигранный будет. Третий. 2-400 получит СК. Ну и что? АВП-4 Юспа по-хорошему. В принципе, так и делают. Никто ничего не закупил вроде бы. Ну и Феру придется вообще на каком-то фармгане, что ли, работать, получается, в следующем раунде. Ну и этот раунд еще можно спасти. 2-3 килла для СК Гейминг. А может быть и правда. Не нужен будет фармган. У Фера хорошо разменивает снэкс. Тем не менее, в большинстве пока что защита. И по-прежнему Фоллэн СВП. Да, девайсы не забрали. Сюда вышла команда ВП. Возможно, как раз для того, чтобы и не дать пушки своим соперникам. Но и, конечно же, нужно помнить про Фоллэна, который сейчас может просто раскромсать здесь на пленте всех своих соперников. Фелпс в очередной раз. Какие позиции занимает Фелпс неожиданные? Уже в третий раз за эти 11 раундов. Ну что же, Паша Бицепс находит Фелпса. Ну, либо Фелпс его все-таки очень важная информация. Сразу же Фоллэн играет на размене. Также нашли Белинского. Трое против одного. Ну, вот о чем мы и говорили. Что очень важно засейвить АВП. Вот и, пожалуйста, раунд для команды СК. С одним АВП. Без арморов были все остальные игроки. Или один легкий. Ну, в общем, не важно. Фоллэн, красавчик. Колдзера изначально поджал котлы. Контролировал Б. У СК была информация. Был entry kill. И они всеми этими преимуществами воспользовались. Браво. Просто великолепно. Фоллэн 14.1.6. Пока что лучший по фрагам в составе своей команды. Ну, у Virtus.pro более-менее все ровно. 8.8. 7.6. Работают поляки. Пока что у Паши бицепса... Ну, и Паша бицепс на экс без клп. Это говорит о том, что, во-первых, скорее всего, они попадают. Либо не попадают по своим соперникам. Точнее, вырубают их сразу. Ну, Паша снайпер. Тут уж понятно. Да, ваншотит Паша. Не на первых местах. Но, в принципе, не выпадает из команды. У последнего места 6 фрагов. У первого 8. Ну, конечно, у СК ситуация абсолютно другая. 14 убийств у Фоллэна. На последней позиции Фелпс. 5 на 8. Ну, Фелпс, как минимум, один раунд спас под Б. Занимая классные позиции. Ну, что ж, друзья. 4 раунда до конца первой половины. Ну, и мы видим по экономике. И тем и тем, может, этих денег не хватить. Даже, возможно, уже в следующем раунде. Но у СК есть, конечно же, 4 тысячи у Фоллэна. 3,750 така. 2,350 колд зеро. Плюс деньги даже за проигранный раунд. Ну, и плюс, конечно, кто-то еще может засейвить. В конце неудачной разыгровки. Вот это самый главный плюс. Вчера на Инферно очень много сейвили СК гейминг. За счет этого все-таки долго мариновали Ликвид. Но, опять же, вот их раунды, их там оборона была, опять же, вчера не на высоте. Ребята каким-то дефолтом хотели обыграть своих соперников. И, конечно же, это не получилось. Да, действительно, мало кто ожидал в матче за третье место именно СК ВП. Но Ликвид и Моуза продемонстрировали высочайший уровень КС. И все-таки попали в гранд-финал. Ну, что же, снова вылет УВП. Белинского нет на карте. Вот сколько я матчей на этом турнире в Virtus.pro не смотрю. Постоянно какая-то пауза. Точнее, не смотрю, не комментирую. Постоянно какая-то пауза. Помним, как Паша бицепс очень долго настраивался. Интересно, конечно, что же у него тогда было. Но после как раз этих пауз Паша стал четко попадать. И великолепно отыграл. Да, ту встречу, мы помним, нам уже и камеру включали, там настраивали драйвера, мышку, все на свете. И это помогло. Тогда Паша очень жестко тащил. Ну, сейчас у Бьяли небольшие трудности. Еще одно табло играбельное. 6-5. У нас сейчас девайсный раунд и для одной, и для другой команды. Так что шансы равны. Ну и мы дожидаемся возвращения Бьяли пока. Пишите в чат, кто займет третье место, кто получит инвайт на следующий турнир от ESG Tour. Будут это SK или все-таки поляки из ВП? Вот мы с тобой Фелпса хвалили. Я сейчас смотрю, у него всего 5 фрагов. Он двигается хорошо, но вот с попаданиями как-то не идет. Как раз он в тех двух эпизодах, двух раундах сыграл неплохо. А в общем-то, в общем-то пока что явно не летит. 5-1-8. Ну что же, 4 раунда. И, конечно же, ждем последнего польского игрока. Надеемся, что все там хорошо и быстренько вернется. Ну, если будет такая возможность, наши режиссеры покажут, что же там на месте. События сейчас происходят, как обстановка. Обстановка должна быть... Солнечно ли сегодня? Ох, надеюсь, что да. Все-таки последний день чемпионата. Половина команд уже вылетела. Еще четырем коллективам придется сегодня покатать. Так что бассейн будет полон и проблем с настроением нет. Это точно. Все будут смотреть финальчик. Ну, те, кто не прошли в него. Да, ну и, конечно, MoSports Liquid. Сегодня вечером в формате Best of 5, что тоже довольно редкое явление в современном КСе. Будут выяснять, кто же достоин титула чемпиона ESG. Ну и пока что пауза, друзья. Напоминаем, что вы можете смотреть через StreamBonus. Да, StreamBonus.com. Заходите. Выполняйте квесты. Общайтесь в чате. Там, в принципе, то же самое, что и на Твиче. Плеер плюс чат. Так, и ТАС настроен тащить. Ну что ж, да, вот спасибо. Спасибо нашему режиссеру эфира. ДИС подключил нам картинку. Ну и мы видим, что что-то там настраивает вроде Белински. Но, по-моему, уже готов, судя по всему. Просто вся команда так выглядит сфокусирована. По-моему, вот вот. БАС суровый прям, ВП такие настроены тащить. Так, более-менее расслаблен Така. Пока наушники не на голове, значит, каточка не начинается. Ну так, а все хорошо. Ему доверили роли ВП. На Б, в принципе, он с ней справляется. Ну, мы видим проблемы с девайсами. Судя по всему, Бьяли как раз там что-то переподключает на системном блоке. Что-то недоволен ТАЗ. Все-таки ритм игры, он уже упал до нуля. Да, можно было обсудить что-то. Но, я думаю, пары минут с головой хватает для Тимтока. Но, когда пауза затягивается, все-таки все уже в таком нервном напряжении. Да, ну, опять же, вы все понимаете, никто не любит паузы технического характера, когда что-то случается, что-то идет не так. Ну что же, по крайней мере, вот бейсболки разрешают на чемпионате. Я думаю, могут быть довольны бразильцы. Да, такой домашний турнир с коктейлями и бассейном. Так что, отменять бейсболки было бы странно. Так, Кубан тем временем, конечно же, пытается понять, что же сделать в последних раундах. Отмечает какую-то статистику, как мы видим. Да, работает с конспектом. Портфельчик с бананами, все серьезно. Ну и вновь на экранах команды СК. У СК как-то все тоже так, ну, не скажешь, что так же весело, как у команды Virtus.pro в кавычках. Но тоже, вот, судя по их лицам, ребята явно хотели сегодня играть в финале. Да, не поспоришь с этим утверждением. Зато вот эти лица, конечно, довольны. О, тут повеселее, друзья. Вот, опять же, спасибо нашим коллегам, которые работают на месте событий. Показали, что же там на улице. Происходит погода хорошая, все замечательно, да. Сравнили просто суперсерьезные такие лица СК и ВП и парней, которые в бассейне играют в мяч. Светит солнышко и все довольны. Понеслась, все проблемы решены, я ли на месте. Ну и, конечно же, вот, очень важный экономический раунд и для СК, и для Virtus.pro. Мы видим, что, ну, чуть-чуть получше, конечно же, запас у СК гейминг. Там целых три девайса могут закупить ребята, там два сейва, изи, даже один сейв. Уже парни действуют на оружие в следующем. А вот у ВП ситуация намного сложнее. Три калаша, Юэмпишка и Дигл именно с этими девайсами в рамках 12-го раунда будут нападать поляки. И вновь акцент, кстати, под Б-плэн. Здесь Ферр и Тако. В первой дистанции Тако в упоре. Но, кстати, тоже отходит. Выпускают на Б-плэн по факту сейчас. Ну вот, опять же, вчера я говорил, что, например, на карте Инферно пока что вот Ферр там до конца не реализует свой потенциал. Вот он мастер там поджимов, эндри киллов. Постоянно этот человек умудряется находить новые позиции. Но здесь на трене, я думаю, ему гораздо попроще вот выполнять эту роль стоппера. Да, причем, как мы видим, довольно гибко. Он выступает и на открытом, и на закрытом плэнте. Проблема тем временем у Фолана. Его немного подожгли коктейлем Молотова. Потом вообще прогнали зелени. Но Фелпс страхует своего кэпа. Опять позиционный хороший фраг для этого парня. Но в этот момент очень жесткий выход на точку Б. Правда, нет, нет, нет. Паша Бицепс не зацепился там за фраг в коннекторе. Таз очень долго убивал Колдзера, который уже забрал с Некса. Ну и 4 в 2. Слишком долго убивал Таз на размене, но уже хелпует Тако. Последний выживший Нео против троих. Так, ну хоть бомбу поставили в ВП, конечно же, это очень круто. Но посмотрим, возможно, легенда Нео, как старая добрая, сейчас покажет. Тут очень мало путей отступления. Нужно играть. Увидел одного, второго, третьего, читает. Ах, не хватило стрельбы. Всех увидел, всех прочекал, но не было хедшота. Да, чуточку бы быстрее, чуточку бы точнее. И, может быть, и даже такой раунд можно выиграть. Но все четко, все под контролем. СК Гейминг 7-5. И пока что, учитывая экономику ВП, СК имеют великолепную возможность дожать ВП. Ну, по крайней мере, до счета 10-5, возможно. Конечно, будут еще оружейные, но и то этого может быть достаточно. Да, вот-вот по такой экономике восьмой раунд отправится в актив команды СК Гейминг. Это будет уже победа в первой половине. Но, с другой стороны, есть пять в атаке у ВП. Этого может хватить с головой, даже если все раунды оставшиеся они сольют. Просто ребятам из СК нельзя давать шансы во второй половине ребятам из ВП. Буквально вот с самого начала нужно уничтожать их пистолетным раундом. Что опять? Время раунда шло, а никто никуда не двигался. Так, друзья, проблемы с сервером. Ну, надеюсь, эта пауза не... Ой-ой-ой, я пошутил. Ну что же, видимо, мы тоже уйдем на рекламную паузу. Судя по тому, что происходит сейчас у нас на чемпионате, это какая-то небольшая техническая жесть. Вы видите, что происходит с Тазом. Он немножечко удивлен. И в каждом матче у ВП какие-то начинаются технические проблемы. То у Бьяли, то у Паши, то вновь сервер выключился. Помню, вчера то же самое, по-моему, было. Уже сами игроки начинают, ну, угорать с этого момента. Так, еще пару вот таких ситуаций. Ну, ничего страшного. Ладно, надеемся, что все наладится. Еще пару таких ситуаций. И Таз, по-моему, просто выскочит прыжком в бассейн. Скажут, все, забирайте третье место и окупаться. Нет, ну, по крайней мере, выпустит пар. Ну, это точно. Бьяли только настроил компьютер, только начал тащить. И тут, бах, сервер. Нет, ну, друзья, пока есть картинка с места событий. Давайте никуда не переключаться, там не переходить на рекламную паузу. Вон Кван обратит внимание на ваши сообщения в чате. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы любите Counter-Strike. Да, так же, как и мы, зовите друзей. Сегодня у нас Best of 3 матч за третье место. Такая затравочка, разогрев. Ну, и потом гранд-финал, Best of 5, Liquid MoSports. Надеюсь, покажут такую же классную игру, как и во всех предыдущих днях. Так, X, решил почистить микрофон. Провел время с пользой. Да, думает, ну, ладно, раз есть пауза, тогда все хорошо. Ну, нео более спокойно себя ведет. ТАС уже немножечко начинает смеяться. Ну, и, судя по всему, мы посмотрим ролик ВП. Или нет. Наверное, уйдем на небольшую рекламную паузу. Друзья, все-таки проблемы, проблемы, еще раз проблемы. Это всегда очень плохо. Ну, что поделать? Никуда не уходить.